Почти ежедневно в полицию поступают заявления от целькамцев, в которых они указывают, что их доверием воспользовались мошенники. Жертвами мошенников вновь становятся пожилые граждане. Практически за месяц в сети злоумышленников уже попали порядка 30 пенсионеров, которые поверили в телефонные легенды. Как правило, злоумышленники звонят поздним вечером или ночью на домашний телефон. Звонившие представляются внуком или сыном. Говорят, что попали в ДТП и срочно нужны деньги. При этом просят разные суммы – от 20 до 200 тысяч рублей. Так, 81-летнюю бабушку убедили на помощь внуку перевести 200 тысяч рублей. А затем еще 50 тысяч женщина передала якобы другу своего внука. Обман раскрылся после того, как внук пришел в гости к бабушке. Самое удивительное то, что все пострадавшие верят в услышанную легенду по телефону. И по каким-то причинам не перезванивают своим родственникам, а сразу ищут способ отдать свои кровные. Чтобы избежать подобных случаев, психологи советуют чаще общаться со своими пожилыми родственниками. Также стоит рассказать им о схемах, которыми пользуются мошенники. Ведь, как правило, вернуть деньги нет возможности, потому что пострадавшие сами их отдают. Здесь остается быть только очень внимательными.